сейчас такое многообразие каналов многообразие что в принципе можно найти любой канал какой вот тебе по душе поэтому я здесь как раз не вижу никаких проблем лично для меня было бы интересно пойти по пути американскому когда огромное количество нишевых каналов на все случаи жизни на все вкусы существует и как человек может найти для себя что-то интересное линии должны разговаривать и показывать все и обо всем должно быть не только вот значит политика и политика как у нас сейчас происходит на каждом канале даже развлекательные каналы уже занялись политикой то есть линии должно быть и развлекательным и политическим в то же время в определенные часы должны быть разным веселым познавательным мне интересно и политика и история мне интересно и развлекательные какие-то шоу и даже концерты классической музыки иногда я смотрю с большим удовольствием. Поэтому все это объединить в один канал, я думаю, что это просто невозможно. Сегодняшнее телевидение – это компиляция между YouTube и Facebook. Когда вы приходите на YouTube, вы говорите, что вы пришли в большой очень склад и хотите что-то там посмотреть, не зная что. А на Facebook вы имеете возможность обмениваться мнениями, впечатлениями своими, может быть, и произведениями в том числе. Будущее сейчас за такими узконаправленными каналами. Кто-то любит индийские сериалы специально для него. Канал индийских сериалов. Когда ты сам себе программируешь телевидение, уже есть такая возможность вырезать из каналов какие-то темы, которые тебе нравятся, и их выстраивать в дайджест такой. Мне кажется, что за этим будущее сейчас просто это пока достаточно дорогая, не очень удобная схема, а в принципе, это то, что нас всех ждет. То есть человек сам будет программировать свое телевидение.